Александр Шевкунов Крыша бесконечного города Стена дома напротив обвалилась на уровне 2500 этажа ранним утром. Огромный пласт монолитного бетона дрогнул и отвалился, обнажив ячейки квартир и паутину коммуникации, включая световые трубы. Последние треснули, яркий солнечный свет обдал соседний дом, выжигая глаза случайных наблюдателей. На стене до 7000 этажа осталось темное пятно. Обломок разнес три перемычки между домов, прежде чем ударился об улицу и проломил ее. Град обломков образовал дыру в несколько километров. Человек, сохранивший глаза, после разлома световых труб смог увидеть колонны домов, уходящие в непроглядную тьму. Светящиеся окна, перемычки и террасы, переплетенные с трубами коммунальных служб. А еще люди. Тысячи крохотных фигур, в ужасе задравших головы и смотрящих в мчащуюся смерть. Затем обломки настигли их и скрыли за собой. Свет затух, и рой дронов-ремонтников затянул ранок города жесткой паутиной. Следующие три дня из дома вносили тела. Большую часть грузили в грузовики штабелями и увозили в сторону городского преобразователя. Там их разберут на составляющие вещества и пустят в дело. Счастливчиков отправили в больницу. Скоро они вернутся, если захотят. А может, городская власть выделит им новое жилье в другом районе Яруса. За сотни тысяч километров отсюда, чтобы не концентрировали тревожные слухи и не пугали народ. Квартиру Валега вспышка не задела, но он видел все, еще не продрав глаза с просунья. Людей, сыплющихся из раненого дома и крохотными точками, уносящихся в пролом с обломками. Видел, как гибнут те, другие, незнакомые и чужие обитатели нижнего яруса. Через две недели Валег сдвинул шкаф, оголив стену, и принялся рисовать черным мелом, быстрыми штрихами с ожесточенной нервозностью, закусив губу. Вскоре на стене появился набросок проломов улицы и конструкций, которые она скрыла. Трубы, мотки проводов и толстая внешняя оболочка, похожая на кристалл. В черепе мечется назойливая мысль. Она не должна была сломаться, просто не могла, как и стена дома. Однако же она сломалась. Улица оказалась потолком нижнего яруса, о котором Валег и не догадывался доселе. Значит, потолок его яруса всего лишь улица другого, точно как потолок квартиры всего лишь пол для соседей сверху. По хребту стрельнула ледяная молния ужаса. В любой момент где-то там может обвалиться стена, и люди здесь умрут. Умрет и он сам. С этим надо что-то делать, подумал Валег, оглядывая рисунок и украденный из коридора план дома. 50 тысяч этажей. Крыша упирается в потолок, а значит соединена с конструкциями в нем. Он, следовательно, имеет выход к другому дому. И так далее, до самого верхнего яруса. Валег сложил руки на груди, сдвинул брови к переносице и хивнул собственным мыслям. Отсюда надо уходить. Оглядел квартиру, в которой проживал всю жизнь. Бетонный короб, служивший его предкам с незапамятных времен. Мебель из спрессованной стружки и стали. Информ-панель, беспрерывно транслирующая новость яруса и комедийные шоу. Прямо сейчас улыбчивый диктор перечисляет очередные достижения районной администрации, заключая новость в отрывистые тезисы, что, как гвозди, вколачиваются в сознание и закрепляются, подменяя мысли и собственное мнение. Наша управленческая база – лучшая на всем ярусе. Благодаря нашим действиям удалось предотвратить крупный пожар в соседнем блоке. Мы сила, с нами правда. С каждым днем жизнь в нашем районе становится безопаснее. За последние три месяца наметился устойчивый поток эмиграции из соседних районов. Мы рады принять новых соседей и обеспечивать их жильем и работой. Валек в который раз вспомнил огромный кусок стены, падающий с тысячами людей, вспышку света и вопли ужаса, сочащиеся агонией, что наполнили тысячу этажей. Постоял, сжимая кулаки и стискивая челюсти, а затем выхватил из шкафа простынь. Связал концы, сделав огромный мешок и начал наполнять его брикетом еды из репликатора. Каждый содержит небольшую дозу белков и углеводов на сутки, к тому же растворяющийся во рту пакетик воды. Подумав, захватил стальную трубу, добытую в далеком детстве. Мешок подвязал к ней и, забросив на плечо, вышел в коридор. Уверенно и не глядя по сторонам, направился к рифту. Минут десять ждал, когда двери откроются, а зайдя внутрь, набрал на сенсорном табло 50-тысячный этаж. Сел на пуфик и принялся ждать, глядя, как бегут циферки на табло. Даже задремал между 3001 и 4200 этажами. Лифт постепенно ускоряется. К десятитысячному этажу валик не выдержал и лег на пол. Невидимый пресс давит на грудь, вминает живот, будто валиком, выдавливая внутренности. Легкие с натугой втягивают воздух, а в ушах гудит кровь. Кажется, потерял сознание. Когда открыл глаза, скорость снизилась, а на табло горел 49999. Дверь лифта распахнулась на заветном финальном этаже. В лицо вдохнуло плотным амбре из-за зона, сырости и нечистот. Коридор выглядел заброшенным. С потолка часто капает, а по стене расползлись мокрые пятна с желтоватым отливом. Свет тусклый и мигает в такт гулу за стеной. Валек вышел, держа в одной руке трубу, а в другой мешок с припасами. Ни души. Даже вездесущих дронов нет. Парень подошел к коридору, вглядываясь в стены и полустертые таблички. Спустя три часа и пару привалов, остановился возле раздвижных дверей под надписью «Шлюз Тета». За ним оказалась кабина лифта, но странной округлой формы. И всего с двумя кнопками. Вверх и вниз. В этот раз путь занял меньше двух минут. Валек вышел из лифта на первом этаже дома, точь-в-точь похожего на родной. Даже краска на стенах такая же. Поколебавшись, вышел на улицу и замер, запрокинув голову. Одинаковые дома-колонны уходят в серую дымку, а между ними снуют ремонтные дроны. В одном из окон разглядел старика, жующего брикет из сухпайка. Старик, поняв, что замечен, скривился и отступил вглубь квартиры. В целом, ярус выглядит поновее, чем родной. Но Валек разглядел на стене одного из домов замазанные трещины. Судорожно сглотнул и поспешил к лифту. Спустя 20 ярусов из-за перегрузок окончательно стерлось чувство времени. От скуки начал считать, за сколько лифт пересекает этаж. Вышла полная бессмыслица. Даже с поправкой на ускорение и торможение, то выходит, что большую часть этажей кабинка проскакивает за 5 секунд. Оставшиеся тянутся минутами, а то и часами. Пару раз было чувство резкой смены направления, но Валек решил, что мерещится. Новый ярус встретил кромешной мглой и запахом гари, густым и смрадным. Валек сделал пару шагов и осознал, что у коридора нет потолка. Над ним не было дома. Осознание ударило, как разряд тока. Парень нервно засмеялся, повернулся и умолк. Позади подсвечен дом такой же, как и все предыдущие, но черный от Саши и с языками пламени, бьющими из окон на уровне 50-тысячного этажа. Огонь крапкается по перемычкам на соседние дома, вспыхивает и жадно тянется вверх. Валек понял, что задыхается, и вокруг идет редкий дождь из пепла, похожего на пыль. Опомнился только в подъезде негорящего дома, дальше по улице. Хрипло дышащий и бьющие по кнопке вызова лифта. Пошла череда безлюдных ярусов. В одном он наткнулся на завалы человеческих скелетов в кислородных масках. В другом часть домов была разрушена, а улицу покрывали воронки. В третьем за ним гнались люди с синей кожей и источенными треугольниками зубов. Чтобы убежать, пришлось бросить им под ноги мешок с припасами, а от особо озверелых отбиваться трубой. Стоило огреть самого наглого по лбу, как того схватили свои, и навалились гурьбой, как муравьи на кусок мокрого сахара. Он потерял счет ярусам после тысячного, ровно как и интерес к происходящему в них. Все свелось к простейшему алгоритму. Выйти из лифта и зайти в другой. Иногда рутину разбавляет поиск репликатора или другого источника еды. В один момент он оказался в лифте с зеркалом. С зазеркалья на него смотрит заросший мужчина с первой сединой в бороде. Глаза запавшие, а на лбу пролегают глубокие морщины. Валек неуверенно коснулся лица, провел кончиками пальцев по сальным космам и нервно рассмеялся. В начале пути ему было за 20, а теперь... Спать на полу лифта стало невыносимо. Каждое пробуждение приносит стреляющую боль в пояснице и ломоту в шее. «Наверное, я уже достаточно поднялся?» Спросил Валек у потолка кабины. Тот не ответил, а собственный голос показался чужим, старческим. Кряхтя сел, хватая за поручень. Подтянулся, глядя на табло с заветной цифрой 50 тысяч. Двери распахнулись, и в лицо вдохнуло прохладой, полной странных и приятных запахов. Путник остановился, недоуменно глядя на деревья, самые настоящие, покрытые ярко-зеленой листвой. Под ногами, холодя ступни, прогибается ковер шелковистой травы. В кронах над ним поют птицы. Валек опустился на колени, вцепился ладонями в траву и... заплакал, тараторе через всхлипы. «Добрался! Добрался!» Завалился на бок и лег, раскинув руки и ни о чем не думая, просто наблюдая за странными штуками в пространстве над головой. Белые и раздутые, словно комья сахарной ваты. Они величаво плывут по воздуху высоко над деревьями. Источник света прячется за ними, глаз различает только размытое пятно. Валек лежал так, пока не стемнело, и над кронами не вспыхнули крохотные огоньки. Множество их, мерцающих и переливающихся, собирающихся в причудливые узоры на бархате тьмы. Однако больше всего поразил висящий среди них шар, огромный и окруженный плоскими кольцами. «Я что, умер?» – пробормотал Валек. «Нет», – ответила тьма среди деревьев. Он с трудом повернулся на голос и увидел женщину в белых одеждах, похожих на саван. Даже в тусклом свете точек видно, насколько рыжие у нее волосы, будто пламя, а лицо покрыто веснушками. «Ты жив», – сказала незнакомка и добавила с улыбкой. «Прости, я не хотела пугать. Разведчики обнаружили тебя днем, но побоялись подойти». «Где я?» «На крыше, если говорить понятными тебе терминами, но скорее это поверхность». «А что это?» – спросил Валек, указывая на светящиеся точки. «Это звезды. Они светят всегда, но видны только ночью». «Звезды», – повторил Валек, смакуя каждый звук. «А это огромная штука». «Это Сатурн», – с улыбкой ответила женщина и осторожно подступила к нему. «Он и наша новая светила, бывший Юпитер, теперь играют роль гравитационных якорей. Они не дают городу под нами обвалиться на солнце». «Я тебя не понимаю», – простонал Валек, глядя только в лицо незнакомки и ее глаза, что сияют ярче звезд. Она медленно опустилась на колено перед ним, взяла руку и бережно помогла встать. Придержала и повела меж деревьев, говоря. «Пойдем, тебе нужно отдохнуть. А я уже после расскажу тебе, как в седую древность машины сошли с ума и начали строить город. Расскажу, как люди их остановили. Ты узнаешь все, если захочешь». Валек покачал головой и поднял взгляд на Сатурну. «Какая разница? Главное, что больше нет потолка над головой». Главное, что меньше. Субтитры создавал DimaTorzok